Добрый день, уважаемые зрители канала газета Садовод. Урожаи овощных культур, которые мы получаем на наших огородах, весьма далеки от тех значений, которые можно бы было получить в условиях выращивания близких к идеальным. Приведу несколько примеров, какие урожаи можно получить в килограммах с одного квадратного метра в условиях выращивания близких к идеальным. Огурец тепличный, портенокорпический – 175-200 кг за 1 год, томат – 120 кг за 1 год, морковь – 20 кг за 3 месяца выращивания. Как видите, различия очевидны, а это означает, что условия, созданные для наших овощных культур, далеки от идеальных. Растения с момента своего появления из земли, а если точнее сказать, с момента посева семечка, начинает медленно терять свой возможный уровень урожайности. Конечно, мы никак не можем повлиять, например, на погоду, сделать день короче или длиннее, защитить растения полностью от болезней и вредителей, но все-таки многое зависит и от нас с вами. Первое, что мы в силах сделать – это провести тщательный отбор семян, а затем растений для дальнейшего выращивания в теплицах или в открытом грунте. Как не ошибиться с этим выбором, а отобрать только те семена и растения, которые смогут принести максимальный урожай, давайте попробуем разобраться, опираясь на рекомендации заслуженного агронома России Эдуарда Васильевича Феофилова. Потери начинаются с неправильного выбора семян. Если вы используете свои семена, то они должны быть сняты с самых сильных и обильно плодоносящих кустов. Затем отбраковываются мелкие и поврежденные семена, но на этом отбор только начинается. Даже в лучших по внешним признакам семенах возможны скрытые внутренние дефекты. Например, вирусная инфекция, недостаток составных биохимических веществ, недостаточная энергия прорастания, поэтому даже лучшим по внешнему виду семенам никогда не повредит предпосевная подготовка, обеззараживание и обработка в растворах микроудобрений. Таким образом мы отсеем семена, в которых потенциально заложенный урожай будет невысоким. Но отбор продолжается. После посева внимательно следим за появившимися всходами семян. Отбираем для дальнейшего выращивания только лидеров. Те сеянцы, которые появились первыми, остальные ликвидируем. Экономия семян в данном случае может обернуться значительными убытками. Важно произвести посев семян на одинаковую, рекомендуемую для данной культуры глубину. Чем же опасен разный уровень посева семян? Семена, оказавшиеся слишком глубоко против рекомендуемого уровня, будут прорастать дольше. На это проростками затрачивается больше усилий, то есть напрасно тратятся в самом раннем ростовом периоде ценные вещества, содержащиеся в семени. Проростки, взошедшие раньше, могут быть из более мелких и слабых семян, а позже из более крупных, но по внешнему виду могут казаться более проигрышными. На это мало кто обращает внимание, хотя все поздно взошедшие всходы, как мы уже говорили, подлежат удалению. Следующим важным моментом роста и развития растения в самом раннем возрастном периоде является время сохранения семидолий. В этих первичных листьях с момента распускания и позеленения происходят интенсивные фотосинтетические процессы. Образующиеся при этом органические вещества жизненно необходимы надземным частям и корневой системе проростков. Семидолия чутко реагируют на длину светового дня, что существенно сказывается на генеративных процессах. В случае преждевременной потери семидолий снижается накопление вегетативной массы и задерживается формирование генеративных органов. У рассадных культур после всходов удаляют растения с недоразвитыми и деформированными семидолиями, а также только с одной семидолией у двудольных растений. Но и на этом отбор не заканчивается. Желательно для дальнейшего выращивания оставить на несколько растений больше, чем вы планируете высадить в теплицу. И чтобы выявить лидеров среди лидеров, им необходимо создать одинаковые условия. Как правило, почва, поливы, температурные режимы. Для рассадных растений, выращиваемых в одном помещении или теплице, одинаково. Но свет, возможно, достается растениям неравномерно. Если растения выращиваются на подоконнике, то одни растения всегда будут затенять другие. И более сильные, потенциально высокоурожайные, могут оказаться в проигрышной ситуации. Обратите на это внимание и создайте одинаковые оптимальные условия для всех растений. При высадке на постоянное место вновь отбираются самые сильные экземпляры. Как правило, приживаемость при высадке рассады на постоянное место составляет 100%. Но я всегда оставляю несколько кустов рассады, не прошедшей последнего этапа конкурса. И ликвидирую их только тогда, когда убеждаюсь, что все растения прижились и чувствуют себя на новом месте комфортно. Если данные рекомендации были вам полезны и интересны, ставьте лайки и пишите комментарии, делитесь своим опытом. А я желаю вам хорошего урожая и всего самого доброго!